Боевики ЧВК «Вагнер» устраивают пьяные дебоши в Краснодаре. Причина, так сказать, уважительная – отпуск. В сети пишут, что хозяевам белорусских гостиниц стоит подготовиться и закупить антивандальную мебель. Мол, боевики отдохнут и отправятся за новыми победами. У них передислокация. Большая ситуация с отпускниками-дебоширами в нашем сюжете. Мы снимаем флаги России и ЧВК «Вагнер» со своей базы в поселке Молькино. База прекращает свое существование. Пока часть боевиков «Вагнера» торжественно снимала флаги, рассказывала про отбытие в новые места дислокации, другая часть «Вагнеровцев» отправилась в отпуска неподалеку от Молькино в город Краснодар. А это первые отпускные кадры. Наемник напал на сотрудника отеля. Администрации гостиницы пришлось вызывать полицию. Такие случаи не единичны. По данным телеграм-канала «Астра», пьяные боевики ЧВК дерутся не только с персоналом отеля, еще с местными жителями и между собой. Утром три машины Росгвардии у нас были. Швейцара чуть не придушил. Один постоялец из числа ЧВКшников думал, что тот у него деньги украл. А они в сейфе в номере были. Был случай, когда военные сходили в туалет прямо на кровать. Горничные не хотели это убирать. Отпускники из «Вагнера» заняли большинство гостиниц в Краснодаре. Номера забронированы преимущественно до августа. Официально главная база ЧВК в Молькино прекратит свое существование 30 июля этого года. Интересно, что несколько дней назад в интервью российскому изданию «Коммерсант» диктатор Путин дважды подчеркнул, ЧВК «Вагнер» юридически не существует. Сколько обезоруженных вагнеровцев согласиться отправиться в Беларусь, новый пункт дислокации ЧВК точно неизвестно. По данным белорусского Гаюна, в республике могут находиться около 2000 наемников. Присоединяться к ним или нет отпускники из Краснодара роли не играет. Я бы не назвал их подразделениями. Я бы назвал их группами, которые без вооружений, боеприпасов и тылового обеспечения перебрасываются в Беларусь. Количество невелико. Это принципиально не меняет ситуацию в регионе, которая осложнилась с начала агрессии России против Украины. Флаг Российской Федерации и международный флаг ЧВК «Вагнер» будут переданы на хранение в город Горячий Ключ мемориальный комплекс ЧВК «Вагнер».